Храмовые иконы Эти иконы долгое время стояли в иконостасе Сибирского храма, а потом больше 20 лет колесили по свету вместе с Юрой Шатуновым. Они слышали в живом исполнении знаменитые «Белые розы и седую ночь». Приобрел их лидер группы «Ласковый май» абсолютно случайно в Красноярске в 87-м году. Был магазин комиссионный, раньше комиссионные магазины были, не было таких магазинов, как сейчас. И там стояло много-много всякой утвари, и почему-то именно эти иконы приглянулись. И потом, когда мы спросили, а что это за икона, откуда они, они сказали, что был храм, который сгорел. Ну, что-то случилось, он сгорел, и эти иконы там оставшиеся, то есть выставили на продажу. В Хостинском храме до этого дня не было ни одной древней иконы. Сегодня появилось сразу три. Икона Богородицы Неополимая Купина, икона Сошествия Святого Духа на апостолов, и особенно дорогая для храма преображения Господней икона Ильи Пророка. Господь перед своими крестными страданиями берет своих избранных учеников, восходит на гору Фавор Галилейскую и преображается, то есть показывает свою божественную сущность своим ученикам. Как мы знаем, в это время ему являются ветхозаветные пророки Моисей и Илья. И вот этот пророк Илья сегодня нашел место в нашем храме. Иконам больше двухсот лет. Их ждет реставрация. Примерно через полгода они будут выставлены в Хостинском храме, прихожане которого оказались не только почитателями православных святынь, но и творчество группы «Ласковый май». У них очень хороший репертуар, но я спою самую любимую песню. И только седая ночь, и только ей доверяю я. Ну, немножечко. Но самое главное, вы поняли о том, что я этого человека давно люблю и уважаю. Юрочку, что-то новое. Катерина Пояс, Александр Старченко, Вечерний Сочи. Юрочку, Вечерний Сочи.